здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not pastrigun также не забывайте заглядывать в нашу группу вконтакте not pastrigun видео там дублируется и сегодня у нас обзор на машинку wall magic clip cordless но можете сказать что опять ну да опять теперь эта машинка wall magic clip cordless gold золотая напомню до этого magic clip у нас выглядел как-то вот так на красная машинка с хромовой вставкой потом была версия black and gold где вот эта красная часть была черная вставка была не хромовой а золотой ну и теперь наконец ну кстати black and gold европе больше не выпускается в сша вроде бы тоже но зато в сша наладили выпуск вот такой версии magic clip cordless gold отличие не сразу бросается в глаза это ее цвет но отличие на этом не заканчивается есть здесь отличие и по комплектации и по некоторым характеристикам от обычного беспроводного magic clip а хорошо давайте как всегда сначала смотрим снаружи коробку коробка американская как всегда у сначала машинка начинает выпускаться в сша и где-то через год докатывается до европы вот пожалуйста у нас magic clip уже выпускается в сша соответственно коробка форм-фактор американский на обороте у нас тут какие-то основные бонусы перечислены этой машинке и отличие от обычной магии и на боковой грани у нас указана вся комплект у х что у нас должно быть здесь в наборе также опять перечислены основные плюн плюсы этой машинки по сравнению но там с другими какими-то машинками с предыдущей версии хорошо вскрываем коробочку и смотрим что у нас внутри внутри коробки у нас снова коробка в этом плане американские версии они по симпатичнее упаковка у них презентабельнее чем у европейской версии хотя все равно картон довольно тоненький дешевый не сравнится с мозоровскими машинками поэтому если заказываете машинку волк в нашем магазине кому-то в подарок они себе в пользование то уточняйте этот момент и просите дополнительную упаковку чтобы при доставке все это не помялось не скомкалась как-то уточняйте этот момент упаковка обеспечивает сохранность но сама упаковка при транспортировке частенько теряет товарный хорошо вскрываем внутри у нас конечно же лежит машинка куда же без нее машинка одна штука поднимаем эту подложку здесь у нас лежит сетевое зарядное устройство здесь у нас лежит белая расческа для стрижки в технике машинка над расческой здесь у нас лежит такой вот пакетик с маслом и щеточкой для чистки насадки 8 штук в двух пакетах лежит у нас такой вот отдельной коробочке зарядная подставка ну и конечно же есть комплекте макулатура поскольку эта версия для сша то она представлена на английском языке и на испанском будет версия для европы будет там и на русском языке как и на других европейских распространенных языках но вот американец есть американец у него на русском комплекте бумажные нет хотя особо там вычитывать нечего хорошо убираем все лишнее и продолжаем разговор дизайн первым на эту стезю делать максимально цыганские машинки с аляпистым золотым дизайном вступила у нас фирма babyless да они стали клепать в золотых корпусах машинки выглядит на мой взгляд ну довольно своеобразно я предпочитаю какие-то другие цвета не обязательно унылый серый черный но тем не менее вот такой вот золотой сразу вспоминается золотые зубы у цыган ну ну ладно помимо того что покрасили в золотой цвет крышку корпуса золотой цвет покрасили также нож покрасили выключатели по сравнению с обычной магии здесь рычажок поменяли на металлический это не пластик это металл с покрытием желтым крышка само собой пластиковая низ тоже пластиковый форма машинки точно такая же как у остальных машинок вол для барберов беспроводных причем форма здесь имитирует проводные машинки то есть вот этот бесполезный в общем-то выступ он перекочевал с проводных машинок и вот этот вот эта петелька для подвешивания на крючок она тоже в общем-то использовать ее в крайне проблематично из-за ее маленьких размеров но она здесь есть хорошо вес вес машинки около 300 граммов это измерено в магазине вес стандартный для полноразмерных машинок для стрижки аккумуляторных как правило у таких машинок вес колеблется в пределах от 240 до 300 граммов но вот здесь 300 граммов это немного это немало это норм рука не устанет пойдет питание у данной машинки комбинированная то есть в стандарте мы работаем от аккумулятора провода нет и заряжаем от провода есть ли вдруг мы забыли зарядить машинка у нас в ноль разрядилась мы можем воткнуть в нее провод подождать буквально пять секунд если аккумулятор прямо вообще в ноль разряжен бывает сразу не стартует надо подождать буквально несколько секунд подождали после этого включаем работаем от провода такое допустимо для машинки никаких плохих последствий это не несет ни для мотора не для аккумулятора хотя некоторые любят этим стращать абсолютно безопасно работать от провода но это небезопасно для провода ну и может быть не за небезопасно для гнезда почему мы же шевелим машинкой соответственно шевелится провод может перегибаться зарядки здесь проприетарные то есть нельзя пойти в ларек купить какую-то зарядку за 300 рублей которая будет вот полностью подходить по форме разъема поэтому приходится покупать достаточно дорогие оригинальные зарядки либо не оригинальные но все равно не дешевые время работы от аккумулятора составляет порядка 100 минут время зарядки составляет 120 минут то есть в принципе примерно одинаково и большинству людей хватает на полную смену 100 минут работы то есть один раз зарядили всю смену отработали да конечно если вы работаете на потоке то в процессе работы может потребоваться необходимость подзарядить подзаряжается быстро то есть ну вряд ли вам придется работать от провода если сами вот только что-то не пропустить индикации здесь имеется всего один индикатор синий светодиод синий цвет мне конечно же не нравится он выглядит красиво но он слишком яркий поэтому смотреть на него попросту больно когда мигает слишком яркий и цвет неприятный для глазу было бы лучше если бы это был какой-то желтый мигающий светодиод который гораздо приятнее воспринимается глазом но смотрится не так красиво дизайнеры конечно правят миром поэтому светодиоды вол ставит везде синие не желтые не зеленые не даже красные а именно синие самые яркие ну окей ладно дальше вероятность разрядиться здесь стремится к нулю даже больше чем у обычного красного magic клипа потому что в комплекте сразу идет зарядная подставка то есть работая с клиентом отработали машинкой перешли на работу ножницами либо может быть вы вообще работаете одной машинкой без ножниц просто перешли со стрижки на укладку поставили машинку в подставку и она заряжается в этот момент заряжать можно машинку как напрямую от шнура то есть воткнув шнур в машинку так можно заряжать и через подставку втыкаем шнур в подставку и в подставку ставим машинку конечно же этот вариант гораздо удобнее для мастера в любой момент практически не целясь поставить машинку в подставку гораздо удобнее чем постоянно втыкать и выдергивать шнур а так поставили машинку надо что-то доработать взяли ее поработали обратно поставили при этом не стоит бояться что у нас машинка перезарядиться аккумулятор ее от этого испортится ничего такого не будет разумеется если вы не предполагаете работать в ближайшие несколько дней машинку лучше все-таки не оставлять на зарядке вынуть ее положить но в течение рабочего дня можно постоянно держать машинку на зарядке ничего с ней от этого не случится здесь во первых стоит платка которая ну заряжает типа умная и во вторых здесь у вол используется аккумуляторы с платой pcb то есть платка прямо в самом аккумуляторе встроена которая защищает аккумулятор от перезаряда и от переразряда то есть для аккумулятора это в общем-то безопасно так обратите внимание возможно попала вам в кадр ну точно попала в кадр возможно вы обратили внимание здесь вилка не русская здесь американская но как только пойдет европейская версия здесь будет такой переходник сразу комплектный завода который будет европейские штырьки мы же просто кладем в комплект такой переходничок дешевый надели его и можно втыкать в нашу розетку все нормально будет работать шнур длина шнура здесь как принято в американцев футах измеряется 8 футов по-русски это 2 метра 40 сантиметров шнур последние годы сделали несколько тоньше от этого он стал более гибким более приятно им работать но возможно от этого он будет быстрее перетираться но гораздо лучше будет служить дольше чем мозоровские шнуры у которых это прямо вообще беда беда здесь шнур все-таки потолще но тем не менее очень мягкий длина 2 40 в принципе является стандартной достаточной для работы но это крайняя мера работать от шнура работаем от аккумулятора хорошо немножко подробнее по подставке подставка впервые волк включил подставку в комплект к своим барберским машинкам надо понимать что барберские машинки это эконом сегмент поэтому всегда у них комплектация была зажата всего поменьше чтобы было подешевле особенно в сша в сша там постоянно к машинкам не докладывали премиальных насадок ложили клали только самые дешевые и никогда не было подставки очень ждали что с легендой появится подставка не появилась но наконец-таки золотой магии включили в комплект подставку практически такая же подставка уже продается отдельно стоит сша около 40 долларов выглядит точно так же с небольшим только отличие в дизайне вот у отдельно продающейся подставки нижняя часть она хромированная здесь все черные золотые буквы волк ну чтобы в одном дизайне примерно с машинкой честно говоря такая подставка мне нравится меньше чем с хромовой полоской внизу но тоже норм минималистичный дизайн подставка хорошая устойчивая она тяжелая внизу у нее металлическая пластина встроена внутри корпуса поэтому подставка тяжелая хорошо стоит на столе на подставке нет никаких собственных индикаторов лампочек ничего в ней просто есть глубокий вырез который позволяет постоянно нам видеть индикатор на машинке при этом индикатор при работе может либо постоянно светиться либо мигать когда индикатор мигает значит заряда уже осталось мало менее 20 процентов то есть 20 минут работы пора бы машинку поставить на зарядку когда горит постоянно синим не мигаю значит заряда больше 20 процентов при зарядке если у нас мигает но он не мигает вернее пульсирует плавно значит идет заряд когда загорелась непрерывно значит вот-вот уже завершится в течение нескольких минут зарядка и когда уже потухло значит зарядка точно закончена в некоторых случаях может не тухнуть а просто непрерывно гореть значит ну тоже можно снимать зарядки дальше мотор мотор в этой машинке как и в общем-то в подавляющем большинстве аккумуляторных машинок используется роторный здесь роторный коллекторный мотор то есть небесщеточный более простой но тем не менее вполне себе долговечный и недорогой роторный мотор 5 и 6 десятых ватта обороты у него несколько выше чем у красной магии если у красной магии порядка пяти с половиной тысяч оборотов в минуту то здесь уже около шести с половиной тысяч оборотов в минуту как у легенды или у синьора при этом у синьора еще и мощность выше а вот у легенды точно такой же мотор повышенные обороты но мощность такая же как у красной магии ножи и так вы видите конечно же что ножи отличаются у нас цветом но это не просто цвет это покрытие из нитрида титана она более твердой чем сталь соответственно вот эти вот ножи они дольше сохраняют свою остроту и это покрытие она более скользкая чем обычная сталь то есть снижает трение ножей значит снижает и нагрев верхний нож он уже не из нитрида титана он просто с углеродистым покрытием произведена так называемая цементация это опять же упроченное покрытие делающее ножи более долговечными и опять же за счет того что они более твердые они лучше скользят то есть в целом трение этих ножей ниже чем стандартных белых ну скажем так не крашенных ножей но форма размеры точно такие же как у обычной красной магии то есть двойной ряд зубчиков мелких у верхнего подвижного ножа и тонкий нижний неподвижный нож направляющая гребенка ширина ножа американцы измеряют по верхнему ножу у них получается 40 миллиметров в европе измеряют по нижнему ножу получается 46 миллиметров это стандартные размеры для всех в общем-то полноразмерных аккумуляторных машинок для стрижки людей 46 миллиметров ширина длина среза высота среза вернее нам производителем для этой машинки нигде не указывается но памятая о том что в общем-то нож здесь такой же в точности по форме как на красной магии мы можем взять красную магию посмотреть что написано на ней написано не от 0 5 до 1 целых двух десятых миллиметра причем это вот недавно стали так писать раньше писали от 0 8 до двух с половиной миллиметров писали на красной магии на ножах но вот сейчас ножи не поменялись но длина среза у них поменялось но вот так вот решили маркетологи вол что надо вот вот пускай будет такая длина среза при этом ножи у нас здесь не быстро съемные они крепятся на винтах с одной стороны это дает неудобство в чистке то есть вот чтобы там между ножами прочистить снаружи почистили все кистью внутрь вот без разборки попасть сложный выход это взять визиточку из картона из плотного отрезать тонкую полоску чтобы она проходила между ножами и и просто прочистить пробить вытолкнуть все волосы из пространстве между ножами после чего смазать и можно дальше работать с быстросъемными ножами удобнее там нажал пальцем они снялись почистили поставили на место здесь такого нет но зато ножи на винтах можно регулировать по длине среза то есть здесь можно ослабить винты и сдвинуть ножи так что у нас расстояние между зубчиками верхнего и нижнего ножа станет нулевым и соответственно будет нулевой срез и можно будет кстати винда завода ножи стоят немножко кривенько бывает такого американцев в принципе предполагается что вы этот нож будете сами регулировать поэтому ну простим им эту шалость хорошо и так по ножам рассказали давайте заглянем что же у нас внутри машинки тут в кадре у нас давно уже мелькает моя любимая отверточка поэтому давайте добавим немножко магии и заглянем внутрь машинки посмотрим еще раз на мотор и на прочие прелести и так небольшое отличие по конструкции этой машинки от всех остальных машинок этой серии от вол которая заметил это то что крышечку можно вот так вот легко снять после отличий отвинчивание винтов у всех остальных машинок на крышке внутри есть цапфы которые цепляются за выступ и на вибро гасящем кожухе машинки соответственно она не просто накладывается эта крышка она еще и защелкивается здесь защелкивание никакого нет то есть просто взяли сняли крышку ну для разборки это удобно смотрим начинка никак не отличается от всех остальных машинок этой серии то есть тот же самый аккумулятор тоже самая плата аккумулятор здесь конечно же литий-ионный на сегодня это оптимальный вариант для производителя поскольку аккумуляторы недорогие широко распространенные емкость этого аккумулятора составляет 2600 ампер часов где на где на где на где ну вот здесь указаны характеристики немножко не фокусе давайте попробуем сфокусироваться так вот литий-ионный 36 вольта 2600 миллиампер часов 936 ватт часов сделано в китае и где-то здесь даже производитель по моему указан до производитель аккумулятора указан плата точно также стандартная ничего здесь никаких отличий от плат остальных машинок этой серии нет отличие небольшое есть в моторе мотор будет не такой как у стандартной красной магии у стандартной красной магии у нас мотор произведен компании могу ч это хорошие недорогие моторы вполне себе известный крупный производитель мотор как я уже упоминал у стандартной красной магии беспроводной идет роторный мощностью около пяти ватт с оборотами в районе пяти с половиной тысяч здесь мотор идет уже другого производителя здесь у нас мотор стоит от стандарт мотор это производитель тоже довольно известный допустим такие же моторы того же производства стояли в мозер хром стайл и точно такой же вот мотор с точно такой же маркировкой стоит в беспроводной легенде которую мы в принципе недавно относительно обозревали вот там точно такой же мотор с такими же характеристиками соответственно 5 и 6 ватт 6 500 оборотов хорошо это плохо да это нормально нормальный мотор в принципе простой надежный не слишком дорогой так хорошо начинку посмотрели начинка получается вся один в один такая же как у легенды отличий от легенды по начинке нет так что можно сказать что magic leap cordless gold это легенда беспроводная с измененным дизайном и с новыми ножами ножи кстати достаточно дорогие если посмотреть на официальном сайте wall в сша то такие золотые ножи стоит примерно в два с половиной раза дороже чем нож на магию не золотой обычный белый без покрытия из нитрида титана без углеродистого покрытия на подвижном ноже хорошо собираем и так ножи здесь стоят довольно дорогие что делать если вдруг нож пришел в негодность на на самом деле он может прийти в негодность еще до того как вы включили машинку компания wall она не особо славится качеством ножей к сожалению бывают у них случаи когда с завода машинка приходит с тупыми ножами вот при заточке этих ножей к сожалению будет у нас уничтожено все покрытие на рабочей кромке то есть будет и нитрит титана с нижнего ножа стерт и вот это вот покрытие углеродистая с верхнего ножа и превратится фактически нож по характеристикам в самый обычный но просто другого цвета также есть вариант то у нас если нет заточника поменять нож на новый можно поменять на точно такой же золотой нож но можно поставить и любой другой нож от валовских машинок который идет с двумя отверстиями это супер тейпера проводной беспроводной они одинаковые это от магии проводной либо беспроводной ножи там уже немножко отличается можно поставить от легенды нож проводная беспроводная легенда там ножи тоже одинаковые то есть получается сюда можно ну можно даже от болдинга поставить нож но правда непонятно зачем для меня вообще загадка существования этой машинки этого ножа то есть ассортимент ножей довольно большой и можно под свои нужды подобрать другой нож они немножко отличаются по характеристикам по результату стрижки и так с машинкой разобрались ножом разобрались пройдемся еще немножко по комплектации комплектации у нас есть 8 даже 9 насадок и так самая бесполезная насадка это вот эти вот так называемые красные труселя вол постоянно подчеркивает профессионально машинка комплектуется красными труселями если у вас в комплекте нет вот такой вот пластмасски то значит машинка у вас непрофессионально каким образом вот красные труселя обеспечит профессиональность инструменты для меня загадка но вот вол считает так насадка абсолютно бесполезно хотя бы потому что она слетает просто от того что на нее дунули либо там машинку встряхнули посильнее бывает просто она слетает от того, что косо посмотрели на машинку. Постоянная история. Приходят машинки к нам от поставщика. То есть целая коробка машинок. Никто их не доставал, не распечатал. Открываешь коробку. Там уже насадка это отдельно. Машинка отдельно. Короче такое себе. Прошу прощения. Сегодня у меня скачет цвет. Ну как-то так. Итак. Вот эту насадку ее можно в общем-то сразу смело выкидывать. Насадки. Насадки в комплекте 8 штук. От 1,5 до 25 мм. Очень удобный комплект для барберов. В том плане, что маленький шаг между насадками внизу. То есть 1,5 мм, 3 мм, 4,5, 6, 10, 13, 19, 25 мм. Понятно, что насадки больше 13 мм использовать в работе не то, что не рекомендуется. Нельзя. Это прямо вот это нормальный парикмахер не будет ими пользоваться. Потому что с большими насадками любая машинка начинает полосить. Лучше использовать расческу, благо она есть в комплекте, и выполнять стрижку в технике машинка над расческой. Это будет гораздо чище, чем большими насадками больше 13 мм. Насадки так называемые премиальные. И премиальность этих насадок заключается в двух вещах. Самое очевидное, это то, что у них имеется вот такая вот металлическая защелка. На непремиальных валовских насадках никакого металла нет. Они выполнены целиком из пластика. И защелка тоже пластиковая. И кроме того, материал самого пластика здесь немножко другой. То есть, если обычные насадки, не премиальные, идут из нейлона, это стандартная тема, то здесь идет стеклонаполненный пластик, как утверждает производитель. За счет этого они более плотные, более жесткие, особенно при нагреве. Это должно быть заметно. То есть, если там в помещении жарко, нейлоновые, они немножко размягчаются. Да, эти всегда жесткие. Но должен заметить, что многие пользователи говорят, мне все равно, какими насадками работать, премиальными, либо обычными, я разницы не ощущаю. По форме они практически одинаковые, отличаются по материалу. И еще раз повторимся, некоторые пользователи говорят, что разницы нет. Некоторые утверждают, что премиальные гораздо круче. Надеваются насадки, вставляется сначала машинка, зубчики вперед, и потом задней части они защелкиваются. Все. После этого насадка плотно зафиксирована, она не елозит на машинке, держится прочно. Кстати говоря, вместо красных труселей рекомендую вам использовать ту самую бесполезную насадку 25 миллиметров, либо 19 миллиметров. Она будет плотно фиксироваться, поэтому если вы часто машинку таскаете с собой в сумке, перевозите с места на место и боитесь, что она в процессе у вас сломаются ножи, либо собьются, то можете надеть на нее большую насадку и в таком виде положить в сумку. Пожалуйста. Цена вопроса. Машинка стоит ощутимо дороже, чем красная магия. То есть, если посмотреть американский сайт, что не совсем корректно, мы не в США живем, но тем не менее. Магия в США сейчас стоит около 130 долларов, но магия у них идет без премиальных насадок. У них другая комплектация, более дешевая в США идет, с обычными насадками. С премиальными насадками у них идет легенда. Легенда стоит уже 160 долларов. Это ощутимо дороже. А вот эта машинка, она стоит 230 долларов. Почему? Ну, здесь два момента. Во-первых, в комплекте идет, помимо насадок, подставка. Сама подставка, это уже 40 долларов. И кроме того, здесь идут те самые золотые ножи, которые стоят тоже сильно дороже. И как раз таки, вот если сложить стоимость подставки и разницу цены обычного ножа и золотого, то как раз получится вот эта вот сумма 230 долларов. При этом учтите, что 230, если вы уже размечтали, что как у них все дешево, это без учета налогов. НДС, они считают там отдельно 10 до 20 процентов. Поэтому не будем пускать слюни. У нас цены такие, уж какие есть. Хорошо, давайте попробуем сделать выводы. Кому эта машинка? Ну, конечно, барберам. Кому еще? В принципе, можно и обычному салонному мастеру, который делает целый день классические модельные стрижки. Но, на мой взгляд, мозоровские машинки или Panasonic в этом плане уделают валовские машины. Почему? Потому что они не такие шумные, они с не такой выраженной вибрацией. Валовские машинки сильно вибрируют. Прямо ощутимо сильнее на уровне проводных вибрационных машинок. Потому что у них нож здоровый, тяжелый. Гонять эту массу из стороны в сторону, конечно же, возникнет вибрация. Мозоровские машинки тише, холоднее, меньше вибрация. Но они не подходят или ограниченно подходят для переходов. Переходы, конечно же, удобнее делать валовскими машинками. Особенно специально предназначенными для переходов ножами. Здесь Вол практически вне конкуренции. Барберам. Рекомендую. Позволяет бюджет. Возьмите. Подставка это очень удобно. Не зря все более дорогие машинки, те же самые все Мозоры, там, Панасоники, Вол серии для стилистов, а не для барберов, они все идут с завода сразу с подставкой. Попробуйте, вам это очень понравится. Машинка имеет повышенные обороты, поэтому на ней фейды будут еще более чистыми и плавными, чем на обычной магии. Потому что нож от магии, но только ходит быстрее. Соответственно, более чистые будут переходы. Кроме того, данная машинка неплохо справится и с массой. Но не забываем, что ножи с мелкими зубчиками, они довольно быстро изнашиваются. Но с другой стороны здесь у нас нож упроченный с покрытием из нитрида титана и с углеродистым покрытием. Поэтому он должен быть более долгоиграющим. Насколько это покажет уже практика использования, пособираем отзывы. В остальном, в принципе, обычная валовская машинка для фейдов, не сильно вроде бы отличающаяся от магии. Основное отличие это комплектация подставкой. Плюс золотой цвет. Стоит покупать? Прикидывайте сами. Не жмет вас бюджет? Я бы взял такую магию вместо красной. Бюджет ограничен. Я бы взял красную магию. Немножко бы ущемился без подставки. Но жить без нее возможно. Если остались какие-то вопросы, забыл я что-то рассказать интересное для вас в этом обзоре. Спрашивайте в комментариях под этим видео на YouTube либо ВКонтакте. Также все характеристики расписаны у нас на сайте магазина. Напоминаю, у нас есть сайт магазина. Енотпостригун.ру Также на этом сайте указаны у нас все контакты. Можете нам звонить либо писать на WhatsApp, на Telegram. Постараемся вам, чем сможем, поможем. На этом все. Пока-пока.